...тот самый герой, который спасет их, затащит игру. Но как бы не просто так, Эрмен, две игры, подрывал доверие в этой, он точно затащит, я верю. Но, видимо, нет. Но пока думают на Ави, да. Пока только Рубик. Сегодня не совсем радует игра Пайката и Дэнди, пока ребята не доигрывают, и снова появляется инбокер от Дэнди Мона. Бедный Дэнди, вспоминаю последнюю игру его, где его гнобили сначала в миде, потом в лесу находили постоянно. Везде, где бы он ни был, его всегда убивали. Очень неприятный игра. И здесь уже потенциально это супер неприятный для инбокера, потому что это Огромаг плюс какой-нибудь, я думаю, снайпера, если на Ави не забанит, будет снайпер. Это все. Как же SF-чик? SF-чик. Ну, так иначе Огромаг с каким-то таким героем, типа снайпер из Shadow Finda, этого инбокера может загнобиться, если они будут на Ави пикнуть какой-то такой вот пацейф героя для Бокера на центр. Ну, надо снайпера банить, по мне так. Интересный бан Underlord от ВП. Хотя на Ави вроде не играли. Никто его сегодня вообще не пикал. Мы сегодня видели в бане этого англорда, один раз, и мы еще удивились, почему его и не пикают. И до сих пор для меня такой вопрос, почему этого героя? Я понимаю, что он скучный, но это отличный танк с ультимейтом довольно приятным. С талантами, где-то там реген становится просто огромный на 25-м, по-моему. Возможно, его затестили на КВшках и в официальных матчах, но он не так силен, как… Я думаю, мы увидим. Я думаю, мы увидим в СНГ и ближе даже к плей-оффу хоть раз этот герой появится. Так, в принципе, вот и Некрофос герой, которого почему-то тоже не пикают, хотя я слышал мнение, что Некрофос в теории может и выигрывать игры. В пабликах, видимо, своя дота. Я говорю, там Некрофос-то тащит очень сильно, а тут не то. Легко контрят как-то. Забанили еще ТА-шку против инвокера. Хорошо она стоит, но мне кажется, если честно, это все-таки будет SF-чик. Так, ты на SF, а я на Снайпера, вот такие у нас ставки. Но я думаю, да, что-то из этого будет почти гарантировано. Для ноуана тем более. Ну и надо что-то еще подбанить команде ВП. Что-то великолепное. На ком там Нави разносили, кроме него? Бистмастер. Бистмастера забанили. Тоже Нави этим героем сегодня не играли. Генерал много играл. Генерал сегодня пока не лучший день для него. Пока Генерала много ошибок было. Генерал и Роман больше всего не ошибаются. Надеюсь, что сейчас все будет иначе. Так-то Генерал-то умеет играть в доту. Но забанили Троля, решили все-таки не рисковать. И с этим героем Нави играть не захотели. Троляка. Ну, очевидно SF. Либо сейчас саппорта возьмут пока что. Ну, можно SF взять вполне, потому что видно вражеского мидера, инвокера. Они все равно его будут пикать. Саппорта можно было бы еще подумать какого-то полноценного для соло. Пойдет сейчас дополнительное время. Я думал, я не буду даже его тратить. Все-таки снайпер, я же тебе говорю. Снайпер. Снайпер, Bloodlast, это же классика и на миде, инвокер. Ну, Рубик не поможет вообще никак. Потому что Игнайт, снайпер будут плеваться Шрапнелью. Надо какой-то герой, который будет реально помогать. Герой для Романа, который будет чего-то делать на центре. Ну, Шрапнель, конечно, с Огромагом это сильно. Но неужели Нуан так разлюбила Сефра? Я помню, раньше мы постоянно его пикали. Ну, но снайпер-то он тоже любит. То есть мы сегодня уже видели, по-моему, как раз-таки снайпера. Ну, да. Ну, снайпер-то тоже герой приятный. Не знаю. Снайпер, да, все равно. И пик от Na'Vi. От Na'Vi пик. Ну, пока неплохо. Пока, в принципе, Sunstrike, Telekinest уже как минимум комбинация. Пока мне нравится. Хорошо. Бивер взял своего любимого героя. Он же выиграл когда 37% винрейта есть. Значит, 37% от победы. Ты видел эти победы вообще? Ну, уже меньше, чем 37%. Где-то 32, там 33. Скатывается. Земеля. Земеля. Для Эромана. Да. Непростой герой. Не помню, как Эроманом играет, честно говоря. Сейчас посмотрим. Сейчас узнаем. Ну, надеюсь, надеюсь, хорошо. Хорошо, Расперед. В принципе, неплохой герой на центр как раз-таки. Но, не знаю, смогут ли убить снайперы, к этому гармак противовес. Ну, если честно, сомневаюсь. У гармака снайпер посильнее выглядит, особенно в начале. ВП надо взять какого-то саппорта еще на пятую позицию. Вот именно на этот пик. Это О'Чен. Для СОЛО, да? Да. Это СОЛО на Чене. Да. Дальше знаете сами. Курт-каков там. И четвертый пик для Нави. Ну, пока у ВПС слишком сильно все выглядит. Просто у них агрессивный такой довольно плотный пик. Там Чен, СМЕКО. Угрома, Кентауэр. Все идут. Снайпер за спиной стоит. Настреливает. Ну, надо что-то найти, что будет останавливать этот пуш. Кейперов за лайт уже не взять. Да. И он в бане, тем более. Поэтому вообще никак. Не знаю, пока ОПП такой, что тут какого-то они могут взять себе джиггернаута, например, на карри позицию с Хеленвардом. И все. И вообще будет весело. Ну, все равно он не особо… Найт Сталкер. Но это сложный Найт Сталкер. Найт Сталкер для… Ну да, Синемализа для генерала. Я думал, если честно, будет какой-нибудь Сен Кинг сложный. Он как-то подейственней. И ультимейт там может какой-то завернуть из кустов. Найт Сталкер. Нет, но герой неплохой. Вопросов нет. На линии против… Против непонятно кого. Ну тут получается какой-то соло-герой должен стоять. Потому что у Громака у нас в миде почти гарантирован. Чен у нас будет роумид тоже приходить на мид, может быть, на ботом. То есть надо какой-то герой, который будет терпеть один. Вот Вивер мог бы зайти, но Вивер уже сами ВП забанили. Может все-таки джиггернаут? Ну вот мне вот джиггернаут нравится реально. И вард будет стоять, и пушить можно, и герой из Блэдфюри тем более. Ну и гангать его тяжеловато. Правда один на один Найт Сталкер может от джиггернаута… Ну прям… Не перепармить, но стоять на уровне. То есть генерал будет какую-то фарм получать? Да, это, конечно, не очень приятный момент. Это неприятно. Может мы кого-то забыли еще? Давай подумаем, кого мы могли забыли. Ну есть тот же Найкс дефолтный для Ромзеса. Кстати, да. Найкс нормально постоит. Кстати, да. Плюс есть Найкс бомб. Есть еще Урса какая-то. Есть ТБ? Ну нет, ТБ мне не нравится. Тут Сайленс, не думаю. Забанили Луну, Луну я… Кто говорил, Урса есть. Урса. Ну, на линии великолепно стоит против Найт Сталкера. Ну вот, а для Нави чего? Чего для Нави? Нави нужен кэри для пайката персонаж. Все как-то перебанили. Я даже не знаю, что надо придумать, чтобы и до снайпера добираться, и не умирать очень быстро. Сейчас какую-нибудь шекернуто сами Нави возьмут. Герокоптер. Но вот это ближе к истине, потому что нужен какой-то отспам, нужно магии дефить все эти сумоны Чена. Ну, на самом деле неплохо. Герокоптер от Нави. Когда-то это была классика. Но уже не хвост на нем. Уже не хвост, да. Ну, пайкат, может быть, изобразит хвоста. В принципе, этот пик выглядит как-то более-менее сбалансированно, на самом деле. Здесь уже все… Можно объяснить каждый пик, как это все будет работать. Да, но если бы это были не Нави, как-то уже предвзятые отношения. Получается немного. ВП последний пик. Я за УСУ. А я за Джиггернаут все-таки. Блэдфюри против Герокоптера. Не боишься всего этого прокаста. А в начальных лавалах только прокаст, по сути, является… Ну, два героя, которые им уйдет к магии. Да, Найкс тоже рейдж нажал, и, в общем-то… Окей. Мне Virtus.pro по пику нравится больше именно за счет вот этой плотности, инфест-бомбы и снайпера, которые будут со спины Навались под Bloodlast. Да, пик отличный. Кентавр по-быстрому наберет себе блинг где-нибудь в лесу с лопаткой нафармит. Будут активные Найкс-бомбы и под пуши с ченом. Мне тоже все нравится. Плюс еще бафчик от Огрмага на того же снайпера. Ну и появляется Герокоптер уже второй раз. Правда, первый Герокоптер был с Аганимом. Здесь, я думаю, уже будет что-то более стандартное. Но все равно он победил. Победил, да. Но там была такая игра немножко по-другому. Она складывалась. Ну, надеюсь, что Нави смогут показать достойную доту. Пора, пора. Они показали первый матч достойную доту против команды ДД. Это сейчас последний матч на сегодня. Ты так улыбаешься и хитрый. Интересно то, что мы пропустили этот матч с ДД. Что там вообще происходило, что они их за 20 минут убили аж? Не знаю. 22 минуты, да, это очень быстро. В одну калитку. И после этого такой слив. Хотя, может быть, мы вот так вот просто на Нави влияем. Не самые сильные команды были. Кто там, Вега был? Были против Нави. И спириты, по-моему. Ну да. Ну что, давайте смотреть игру. Слышу я уже, как пошли телепорты. Самое время не пропустить ни одних варды. Полетел быстренько Соло. Соло, кстати, играет на Угромаге. И все-таки Дил играет на Чене. Классика. А, ну да. Вообще, почему мы думали, что Соло на Чене? Да как-то не знаю. Соло на Чене прям звучит. Ну да. А так, в последней игре-то Лил был на Чене. Леха бегал на Угромаге. Бавчики раскидывал. Бегает с фордом. Тому туда поставить. Так, тут выход с макея. Соло. Но генерал без вардов. Окей. Но Соло не убить. Ну да. Угромаг слишком плотный. Не тот персонаж. Если под, даже не знаю, Чен какой-то в теории, тогда да. Ну и тут догадываться должны команды. То, что где ставились форды. Хотя Леха, по-моему, развел. А Нави, как я понимаю, затронуты будут воевать здесь. Так они просто стали. Генерал в позиции стоит. Рамзас заметил генерала и прогоняет его прочь. Ну, наверное, догадываются, куда воткнули вард или нет. Есть ли СН-3? Соло бежит. Нет. Нет, смотри. Кликает, кликает, кликает. Кликает Рамзас. Что вот он вард. Но с М3 нету. У Лехи только опс. Ну, попозже разобьют. Золотая там все золотая. Без проблем. Так, ну что у нас получается. Будет стоять Лайвстиллер один. Огромаг будет стоять на центре вместе со снайпером. Ну и на топе Кентавр. Чем будут листы? Лайвстиллер, мне кажется, покомфортнее стоит один в один, нежели этот самый Джиггернаут. Все у него будет, думаю, нормально. Ну, он уже съел тангусик. Посмотрим, как дела будут складываться у Мистера Дандимона. Там к нему идет и Рубик, и сам идет Инвокер. То есть на топе оставляет Геррокоптера одного. Начнут даблой, не очень приятно. На самом деле Кентавр-то один на один может линия стоять очень неплохо. Кентавр вообще, герой неприятный. Ну, пока только Нуну неприятно. Нуну тут половину просто лица. Потерял за секунду. И уже фласку нажимает на 30-й секунде. Это не очень круто. Так, тут вкатывает земель. Хорошо. Очень хорошо. Все, Нуна не остается под хилом. Может даже скоро придется идти на колодец, либо ввести новую фаску. Поэтому он добьет Геройва, возьмет фласку. Дэнди с флаской в стэш. Интересно, почему в стэш? Ну, в рюкзаке. Я перекладываю. Вот только взял. Тут выходит Кентавр на помощь в миде. Да. На центре будет самое веселое, видимо. Потому что на топе на ботами там скука. Один на один стоять. Укатывается отсюда Ромен. Соло его прогнал плотно. Не помешал бы еще какой-нибудь совух от Лила. Идеально вообще зашел бы. Ну, найти вид разудувать. Но пока так не повезло. Еще от паска. Здесь идет Настермен. Это план поднапрячь Найкса. Вероятно. Да, потому что пока у Найкса все идеально. Один крип у Найсталкера, семь у Лайвстиллера. Даже по таврам, разосветимый, не хочет давать крипов добивать. Ну, тут опасно будет на него вкатываться. Тут две пачки крипов. Ну, крипов тут много. Для Найсталкера это почти левел 3. И не придется их отдавать. Проман начал купил Ромзесу, чтобы не проседать от Найсталкера совсем на этой линии. Тапок еще взял. Возьмет фейзы и Найсталкер будет очень сильно страдать. Под вышкой стоять. Крипов добивать. Так, там гуляет Эрспирид. Укатывается, забирает рун от дабл дамеджа. Пока все неплохо. На Ави, то есть на центре инвокер стоит вполне себе комфортно. Несмотря на то, что Огромак неприятнейший персонаж. На топе у Геррокоптера также все складывается. Но там и Кентавр правда фармит, если нюанс. Кентавр получает там много крипов. Но Кентавр тут очень важно. Так, снизу небольшое нападение. Ага, добил крипа. Да. По ДД от Ромена было бы не очень приятно получить. Драмзес не особо сильно боится. Третий левел пока еще ничего не вкачал. Думаю, взять ренж. Или что-то еще. Ну, рейдж фом очевидно, что тут нужно. Ну, да. Раньше очень был полезен. Модный Кентавр. Это прям лошадь какая-то цыганская. Золотой. Золотой, золотой. Дорогой, наверное. Снова возвращается на центр соло. Но Дэнди есть век, есть экзорт, поэтому через лакрити крипов пытается добивать. Но немножко сейчас проседает. 8 на 5. Сейчас надо крипов этих попытаться забрать всех. Забирает потихоньку. Ну, получается, да, раньше крипа забирают. Правда, вот, известно, проблема, что Бьювер весь опыт стилит. Весь, вообще. То есть, плавала у них одинаково. 3-3. Интересный закуп. Одна кларетка. Все потратил. Видимо, что танго были. Все либо сам съел, а либо знаете, появился. 11 крипов. Ну, не особо помогает, если честно. Снайпер один против двоих. И крипов столько уж, сколько у инвокера. До сих пор, кстати, не разрушили ВП Вард, который, наверное, заскликал. Врыв на Оуна. Если колд снайп, колд снайп, самстрайк. Ну, ну, можно убить. И, ну, ну, убивать ФБ для команды Нави. Я думал, Ромен вообще закатится и выпнет его на чужую. Слушай, Ромен восстанавливает свое имя. Пока все отлично. Хороший дот от него. 1-0. Нави ведут, идут на колодец. Отпиваться всем. Может, Нави просто не полили страты? Сейчас настало время. Против слабых команд. А против ВП в принципе можно. Найд Сталкер тоже связан. Да, наступает ночь. Уровень 4. Сайланса нет у Сталкера. Но зато есть пассивка в 2. Посмотрим, будут ли выходить. Уже вижу какие-то перемещения от Сталкера. Там перемещение на Чена. Лил. Нет, уходит Лил. Забирает ускорение. Не отвоевал, Ромен. Найд Сталкер. Не отвоевал. Снова у Ноуана 2 Ройзбенда. Ну, так тоже. Уходить с линии. Про тебя дали инфу, и куда ты выйдешь? Мид на Нуна. Ну, это очевидно слишком, да. Если ты уйдешь, то... Дэнди. Гнайт, Файрблаж, Шрапанель. Есть ли ультимейта снайперы? Снайпер нет ультимейта? Да, и так хватит. Бивер. Так еще бивер может? Нет. Бивер. Или сможет. Должен погибать. В замедлении. Ну, он бежит. Еще Шрапанелька. И конечная. Ну, тебе и дабл мид. Два героя погибают. Не очень-то и хорошо получилось. На топе там, смотри, какой-то выход от Распирита, вкатываются. Колдауна. Паша делает ТП-аут. Санстрайк влетел. И успевает. По-моему, Паша отничает. И Ромен живет. Отменил ТП, если меня не показалось. И Ромен живет. Ну, походу, да. Я не знаю. Он вроде как хотел убить Ромена, отменил ТП, но... Ну, лучше просто бы улетел, да. В итоге Санстрайк. Может, забыл про Санстрайк совсем? Может быть. Это было важно, да. Санстрайк залетел. И убийство Дэнави. Внизу генерал. Нормально. Генерала убить непросто. У него тысяча хп ровно. И, ну, сделать это нереально трудно. Ромен спонсит. Среди елок. Побаивается, видимо, что кто-то еще к нему придет. Целые лабиринты. Только перед себя. Тем более, там третий войд. Довольно больно. Нюк не слабый. Выходит вниз Бибер. Бибер. Есть Ликинесс, есть Хвейтбол. В принципе, можно Ромен здесь попытаться убить. За вот эти вот нюки все. Ну, вдвоем тяжеловато будет. Там еще, может, СТП какой-то... Ощущение от Дэнди и Лила. Лил впервые вышел за игру. Именно мы его видим. Дэнди тут вполне могут взять. Да, Дэнди берет. Хоть и пласт, но его убили. Вот, а только Дэнди бросили. Все, моментально триггера стянусь. Генерал зачем-то прилетел на ЛХП. Очень опасный генерал действует. Узбейтли фэрифайер. Красиво. Ох, как же четко получилось. Не рассчитал то, что там фэрифайер еще не рассчитал. И совсем чуть не хватило. Таким минус 2 кор героя. Это на самом деле плохо. Шестот опыта, шестот золота отдают на ровном месте. Ребята из нами. Внизу Рамзет получил санстрайк. Инфест. И на развороте может пойти. И пошел. Да нет, все на этом. Толл сейчас нашмет опенваунс и пойдет. Но решил оставить. А, пассивочку в итоге в 2 взял. Там и Кентавра гоняет. Байкат. Больно, Паша. Больно, Паша. Очень больно. Слушай, там Рокет Бораж, да. В 4. И на такой минуте это слишком сильно. Байката опыт не воровали. И, конечно, сейчас у него уровень очень высокий. Байкаты все отлично. Крипов, конечно, поменьше, чем в Рамзет. Но есть... Не значительно. Ассистик за Кентавра. Ну, тоже разминочные полетели в Дэнде. Ультимейты. Опять не очень хорошо все Дани в Миде. Напрягают сильно. Да, и Рубик уже никак помочь особо не может. Понимаю, что Рубика забирает за компанию. Что самое. Забавное. Таможная сталкер пытается помочь. Бегает где-то в районе Миде. Ну, сейчас наступает день. Через минуту и уже особо помощь. Ничего не получил за эту ночь добиться. Генерала. Детермен ТП на топ. Летает на топ. Ну, можно его убить. Можно быть, Паша. Кулдаун. Там был лыжник. Куда он уже пошел. Булыжник. И Сайланс. Паша. Без телепорт. Там он слишком плотный. Стамбит. Со страйк? Не попал. Нет точно. И Паша живет. 38 хп остается. Генерал до конца. Опасно. Развернулся. Телепорт спугнул генерала. Некуда. А то был бы суицид. А внизу заходит он за башню. Смотрю. Лайфсиллер вместе с... Чего им бояться? Порожь забирать. Это Т1. Саву, конечно, умер. Не очень приятно. Лишней брони не будет. Рамзес сейчас клареткой. Ману не хватает. И начался пуш. Тот самый. Первый этап уже страдает. Вряд ли тут кто-то сможет отдефить. Потом можно в мид стянуться. Еще тем более день начался. И днем. Самое то. На снайпера пытается выйти Ромен. И не только. Ну, трудно. Но ван, в такую позицию. Отменил унтимейт. Запугивает просто. Ну, далеко. Далеко, ну, ван. Если бы был бы телеканал сейчас от Бивера, могли бы. Могли бы тут принять его. Ну, в итоге, я смотрю, там какой-то смок. Очень похоже. Много героев идут. Смотрите. Ага. Тут Дэдео соло. Тут крипы. Тут роль. Тут еще два голем. Это тоже такая тема неприятная. Там урона очень много залетает с этого булыжника. От каждого. А Дэнди? Дэнди? Дэнди, Дэнди, Дэнди. Да. Рейдж. Без шансов. Бедный Дэнди Мон. Что-то его игру за игрой просто не дают. Именно его гнобят. Пайкаты не трогают. Раз за разом идем. Пайкат фармит. ФК. А Дэнди постоянно погибает. Не боятся. Может пайкат. Ну да. Значит, комплимент. Забирают спокойный мид. Никто тут ничего не придает. Нет, сталкер еще ночь. Включил. Не, ну смотри. Нави выходит. Нави выходит. Гирокоптер близко. Поцепили соло. Соло. Стампит. На разбороте пошли. Кулдаун полетел. Неплохо. Адвайкат залетает. Не залит. Но луну так катываются дочь не имели. Ромен, по-моему, может пострадать. Санстрайк. По соло. Ну не хватило урона. Ромзес встревает. Нет рейджа. Что по колонцу колодец не активен. Залезть. 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 Не успел. Еще и лил в итоге встрянет. Еще и лил в итоге встрянет. Лил так же погибает. Ах, обидно. Нельзя было залезть, как понимаю, Веншин. То еще уровень не позволяет. Поэтому только лил мог стать. А в маленького, может, можно. Не, по-моему, это что-то в принципе нельзя же залезать до... До 12-го. Да, и вот он, Пайтеркап. Ну хорошо, Нави, слушай, нормально. Разменялись. Убили лайфстилер, что самое приятное. Мне кажется, ВП как-то пожадничали. Надо было просто уходить, а там Найкс прям решил вгрызться. В этого геррокоптера или в кого он там. Там кентавр даже подругил ульту и все могли убегать. А они пошли вперед. Они же не убегали, как раз таки. Они пошли. Да, да, да. Они же нажали ультимейт и развернулись. Ну это вот зря. Мне кажется, Паша их спасал, а они пожадничали. Можно было остановиться, наверное, на одном рубике. Надо остальных плюнуть. Дэнди, перчаточка есть. Мидасы все еще нет. Совсем не пахнет. Мидица от голды только. Пайка тут еще все подфармливает. Не дает ничего бедному инвокеру. Хочет купить свою яшу. Как можно быстрее. Бивер в виде тоже немного подбивает денежки. Все неплохо. Так, грамзес у нас без армлета пока что. Летит, я так понимаю, в курице ему только сейчас. Да. Ну и пока все спокойно. На топ не помешал бы ВП притянуться с крипами Чена и запрет на топе еще тегин. Возможно, просто ждут блинка от Паши и уже тогда начнут... Ну да, армлет появляется, блинк. Все. Сейчас, в общем-то, и пойдут, ребята. Какие-то активные действия смогут исполнить. Скоро наступает ночь. Тут на топе выход генерала. Ну нет, генерал один. Запугать. А, такой вот инфес в соло. Даже так. Интересно. Даже так. И, кстати, может быть, генерал активирует ночь. Соло. Соло выходит. Достает? Нет. Но надо телепорты делать, ребята, мы знаем. А нави просто идут. Нави сюда идут массово. Надо уже бежать. Для ВП эта позиция невыгодная. Соло уже, по-моему, не убегут. Стампит потратили. Врывается Паша. Пайкат на попытку моментально запокусить. Пайкат очень больно. Оспели убить. Пайкат. Кулдаун запускать. Шикарный кулдаун. Метеорит от Дэнди. Пайкат все-таки погиб. Рамзес живет. Там уже минус 2. Подходит сюда. Ноуа начинает напиливать. Рамзес сыграл арблетом. Победил. Еще раз победил. И отправляется на базу. Камень. Не успел. Не успел. Немножечко. Ноуан до конца. Ноуану больно. Пытается разменивать с Р-меном. Но и погибает сам. При этом трипл киломат генерала. Можно идти дальше. Генерал, если войт. Возможно, не хватает немножечко маны. Но там коллснеп. Урна. И минус 4. Нормально. Сейчас генерала Дэнди залутали очень много денег. Очень много получили. Камбэк. 2000. 3000 опыта. Смотрите, сколько у генерала. Там и опыта, и золота. Ну, прилично. Опять нави пожадничали. Ой, не нави, а вп. Соло отдали. И Рамзес решил убить этого герокоптера. Очевидно было то, что там вся команда. И как-то умирать за него не очень перспективно. Мог вылезти, нажать рейдж, сделать тп. А в итоге туда перетянулась вся команда. Уже без ульта кентавра умер ноуан. Как-то оказалось вообще в толпе. И в апы дела уже не так, хорошо. Надо подсобраться. Соло. Увидел Ромена. Дает станчик. Но Ромен, по-моему... Нет, отлично блочит его Рамзес. И должен убивать. Да, минус Ромен. Леха, к сожалению, сделал этот килл. Мне дали фраг Рамзесу. Было бы неплохо дать ему. За смерти. Мидас появляется у генерала. Ну и дальше выходить над ваганем обязательно. Рамзес опасно гуляет. Талант взял себя на 5 к статам. Ну, 15 к скорости атаки это вообще не серьезно. Ну да, это не так уж и много. Так, бегает Рамзес. Что ты ищешь? Заблудился. Никого не нашел и просто уходит. Так, срывает лица. Что-то мы пайката. Пайкат Яши. Фейсбут. Ну, такой вот герокоптер. Старого поколения. Может, даже Санж Яши себе купит. Давайте посмотрим. Мне кажется, Монтан. Или может вообще пока ставить эту Яшу и не трогать ее? Чисто Яша для ускорения фарма? Ну, как вариант. Может быть, после Яши и БКБ возьмет какое-то? Не знаю. БКБ тут очень даже не помешает. Опа, генерала. Снова генерала, как я помню, стрик. Ему нельзя погибать. Но тут шансов выжить немного. Да, стрик для Рамзеса. 332 золота. Рамзес будет дезоль покупать. Тут еще дежка валяется. Можно еще снизу что-то придумать. Приятный баф срывать. На своего герокоптера. Но тут больше ничего не будет. Никаких стычек. Ну, пока это самая достойная игра на ави, которую мы видели. На конкретном наши трассляции по канале держится на лосом. Правда, проблема пока у Денди все еще по фарму. Строго-сторого снайпера и немного все лучше. 500 против 5000. Мне кажется, пора уже как-то поактивнее работать Рамзеса с Пашей. Ну да, армлет купили, блин купили. А что-то вот по инфестам пока туговато. А надо бы. Надо пытаться. Ну, Паш 1. Лавсер где-то вообще в другом месте. Вон внизу. Ну, тут увидели. Ага, генерал встреча. Должно убивать. Саленс. Успеет ли? Успеет ли? Там потрачен со страйк. Хорошо. Убили. Дальше. Генерал побежал. Есть там еще клиент. Это лил, но... Нет, не пошел. И медасики. Всех кушает крипов. Бедные крипы. Да, медас тут будет хорош. И в этом плане. Что-то мой дуд, посмотри. Там что-то бегает Рамен. Ставит вард. Ага, просто вард поставил. Поставил вард ты убежал. Мне кажется, его должны будут понимать. Где он вард. Лил вроде как не увидел даже его. Ну, хотя ночь на дворе, да. Вижен немного. Да, тут видно. На варде. Команду вп. Ну, он фармит. Пока два брестбенда. Выходит в Мелштерм. Так, попадение на Эрмена. Ну, нет, никуда. Он тут не уедет. Или... Или булыжник по двоим. Балдер нет. Ну, тут нет, без Балдера. Лил забирает. Килл. Хорошо. И у Рамзеса немножко остается совсем для Дизоля. Дизолим уже демодж там посолиднее будет намного. Да и какую-то Рошану, может быть, попозже пойду заберут. Хотя с другой стороны минус армора никакого больше, кроме визолятора нет. Может, медалька будет заплила. Если медалька будет туда, то вполне. Так, Дэнди не угадал, Фаша. Не нашли. Находит в худ потихоньку. Худ тут важен. Маджик демод же там прилично. Ну, отчего один герокоптер стоит? С около дауном, рокет баражем. На топе. Есть там Найт Сталкер. Ну, не самая приятная цель. Строго, что Рамзес и Ноуан вдвоем Сталкера запинают. Но пока просто пушит. С Ченом пока не получается особых выходов. Как забрали два тенги. Чена пока особо и не видно на карте. Может, мекк он доделывает пока. Не, он 3 900, я думаю, мекк и да, должна уже прям вот-вот быть. Или уже готово. Ааа. Вот так вот так. Интересный выбор. То есть вообще без мекк играет команда Virtus.pro. Это какой-то суперфаст. Ну, интересно. Я думал, будет мекк. Ну, мекк, а дальше там уже посмотрим. Ну, Гвардия Грис даже можно было купить Сайлеса. Тут есть и Сталкер, и Спирит. О, тут был выход с макет, Навид, но не угадали. ВП пошли топ. Ломать Т2. Ромэн с Вардом. Отдают просто две руки. Хотят задавить, раз, чтобы взять этих древних крипов и просто сдавить, базу идти, пока еще Герокоптер не нафарм. Все-таки Герокоптер герой, которому нужно купить там пару артефактов. Там какая-то бабочка не лишняя будет. Под Алла Кретин Вокера даже янче-то буду нормально улетать от Герокоптера. Так что такое. Аганим на 17-е. Манта ставила Герокоптер. Все-таки решил манту купить. Вот прям зарашить ее. Почему нет? Там много неприятных вещей. Можно и станчик пытаться задоджить. Какие-то скиллы определенные. Там Рошан. Вот ВП. Ну и все правильно. С Айгасом будет на Икс. Можно будет пойти доламывать оставшиеся Т2 вышки. И может даже на ХГ с этим самым Аганимом. Да, сейчас надо только Лилу найти пару крипов. Я понял. Лил был просто очень недоволен тем, что его крипов медосили. Ага. И решил, что от Сеншентами как-то понадежнее будет. О, и пришел новый Эншент. Конечно, не самый лучший парень. Не, ну он тоже противный. У него там скиллы активные. С Големчиком с каким-нибудь не сравнится. С Драконом. Ну или Дракон. Ну да, да. Не, ну Эншент. В теории все сильны. Айгис для Нуана. Ну и Инфест есть. В комбинации с Кентавром. Сейчас посмотрим, что это то выйдет. Там у Нуана еще ему шторм летит. Но Пайкат внизу просто пытается разменяться. Ну как разменяться. Просто он пушит. Там на топе что происходит? Стампид, врыв. Ловит Дэнди. А Дэнди ушел Энрис. Да такшена никакого нет. Ни гема, ни дастов, ни центр, ничего. Надо что-то обязательно купить. Ну поражали ульт Кентаврами. Так, это критично. Это ведь не аганимный ульт. Ну да. Пока что. Тем более остается все еще Лайфсидер в Кентавре. Можно будет все еще врываться. А Инвокер аганим. Кстати, неплохо. Сейчас можно побоевать. Проказ будет неплохой. Баши позиции. Ждет. Как-то им выйдет. Чтобы врываться. Ну башня-то почти упала. Будут ли Навиу здесь прорваться? Вообще, есть ли смысл? Ракета фармится. 27. Плюс. И башня упала. Блэшник мимо. С того. Ну, теперь на низ можно притягиваться. И по той же схеме. Ломать нижний Т2. Рисует план Навиу такой вот. Пойдемте поезжали. Может даже в смоках. Дружно. Ну, в смоках им не помешал бы. Там, конечно, Эгис не очень приятно. Но что-то, я думаю, они смогут намутить. Какой-нибудь Рамзеса может даже зафокусить. По-быстрому. Графики у нас в пользу ВП, но не слишком. Большое преимущество. Норман бегает. Без вратов. Непонятно, что там ищет. Снайпер пика почти есть. За малым осталось. Да, буквально. Тысячу нафармить. Там на топе могут найти Кентавра в теории. Но, хотя, строго странно, ночь. Обидит не очень много. Брейв на 0-1, он с Эгисом. Ну, мы были Эгис, тоже приятно. Хандафгад, 0-1, без Эгиса. Неужели хотя дальше АС-Вол ставится? Клснэп есть ли? Ну, там еще... Нет, 0-1, астампидия просто уходит. Еще будет кутер-атака. Какого-нибудь Ромена убивать? Или... Да, такшен-сентри. Но Дэнди должен убежать. Успеет ли? Дэнди бежит, бежит, бежит. Не убежит. На, погибает Дэнди. Ромена... Ну, должны были уходить просто. Выбить тебя, если уйти, сразу же. Но решили пожадничать немножко. Да, жадность погубила, конечно. Ну, и в итоге пойдут забирать Т2. Двокер не так долго возрождается, конечно. Как хотелось бы. Ага. Хм. Да. Нет, говорит, лил. Только не этого гриба. Волк, кентавр. Полезные грибы. И падает последний Т2. Спокойно забирают. Никто тут не препятствует этому. Дальше пойдут. Правда, Эгиса нет. Но можно через Рейдж просто идти и бить. Такая камчу-чуть. Рабочая стратегия. Рейдж, жал, побил. Стоит с Дезольки в Тавры, и Дракон побьет. Как минимум. Снайпер чутка побьет. Ага. Хороший выход от Нави. Слушай, Эгиса нет. Напомню, Ромен вкатывается. Попытка быстренько убить Нууана. Полетел санстрайк. Нууана, очень больно. Моментально. Нууана убили. Кулдаун. Отличный хороун. Но урона не хватает. Немножечко убили. Только лишь одного снайпера. Размен на двух героев. Стампит. И все уходит. Развороте хотят. Вот так вот. Врыв. Пайката. Бласт, метеорит. Неплохой прокаст от Денди. Но Пайкат, Пайкат, Пайкат. Отталкивает Ромена просто его подальше. Ромзе в погоне за Ромена. Ромена должен убивать. Хотя посмотрим. Бладлаз висит. Мускит огромный. Ромена погибает. Минус три. Вразмен на науана. Ну и можно еще, наверное. Ну, по-сам деле, такое себе. Потому что Лаксилер остался. И он сейчас может нажать рейдши и снова бить. Там Ромзе сграмотно за дот жил скилл и инвокер. За лескин табра. Так. Ой, Денди. Опасно. Есть колотец. Надо быстренько его подключать. Дайте, потрубай. Колодец не стоит. Тогда ведь соло по-любому тут остается. А Сталин надо бежать. Ромзе степ аут. Не, ракета полетела в долгое плавание. Я убил его на фонтане, как я понял. Все нормально в этой игре. Генерал за Лилом в погоне. Дает рунус Саленс. Но Лил погибнет. Минус Лил. Там висит урна. Не думаю, что он успеет. Халоси нажать. Да, погибает Лил. Ну, в таком случае неплохо для Нави. Если они не делали байбеки, я вот не помню. Если не было байбеков, то... Нет, байбеков не было. Сойдет тогда. Они убили трех героев. Чена, Огромага и Снайпера. Вполне себе. И, кстати, Герокоптер Аганим фармит. Соло там поставил в арт на ХГ. Никого не видели. Мне кажется, можно было догадаться. Так, на Нуана. Нападение. Отлично. Еще подсев от Кентавра. Нуана быстрее уже БКБ-ху надо какую-то поиметь. Чтобы не так много было дэмэджа от этого земелья. Или Паши Пайп. Допустим. Пайкат. Молл Штурм. Аганим. Ну, мы видели сегодня Аганим. Немножко была другая игра. Там Герокоптер доминировал чуть ли не с первой минуты. Стоит ли вообще-то того? Это снова молния. Мы, походу, не всеми просто. Не знаю. Мне аж стыдно, что мы не понимаем. Походу. Почему? Снова молния и снова Аганим. Ну, это тычка раз в 1,4 секунды, насколько я помню. Да, да, да. Не уверен, что это стоит. 4200. ПКБ. Ну, размин ПКБ. Аганим у генерала появляется. Отлично. Теперь. Намного проще вот Аганим. Ну, гемчик. После, конечно, Аганима. Ну, 16-13. Непростая игра для Virtus.pro. Это не по 20. Уже 24 минуты игры заканчивается. И тут явно не конец. Через 5 минут. Я думаю, еще будут все игры. Прилично. По времени. Нави подсобрались. Раньше им надо было это делать. Раньше. Ну, ладно. Еще не критично. Опять же. Тут, если сейчас Нави вдруг победят, то все вполне себе. Сносно. Вот это для них. Ставят торжи. Побежали. Опять на Ноана. Может быть, врыв. Ну, далеко. Далеко все. Снова ДД. У генерала активировано. Таруна. Гема пока нет. Котормаш приседует. Неплохо было бы кому-то гем купить, все-таки отдать. Найс-талкер. Ну, распилиться, если нет деньги. Ну, вроде как копят то ли на Блинг, то ли на Мидас. Поэтому просто гема не покупают. Слажал, Роман. Выход на топ тавер на Т1. Хотят сломать, вероятно, или кого-то поймать. Но вряд ли тут кого-то поймают. Чтоб они дураки так выходить. Ага, и выход в Меку, видимо, все-таки будет. Есть почти Меку уже даже. Что там с пайпом, интересно, у Паши, как дела обстоят. А, даже так. Он решил агоним покупать. Отказался от пайпа. Ну, тоже неплохо. Учитывая, что этот агоним почти есть. Ну, а я очень близок к Слор Кресту от Солла. Тоже, довольно важный артефакт. Рамзес заходит на ХГ. Рамзес Аманта ставил. Вот так если станс ловить от земель и... Опа. Разошлись, Нави. Не получилось никого тут взять. Поставили, конечно, вижено немного. Что тоже неплохо. Ну, ВП могут дожидаться Рошана, я думаю. На ХГ заходить довольно-таки опасно. Нави неплохо откидывается и кулдаун, и инвокер проказ выдает. Тут никаких вариантов действительно нет. Там еще может какая-то кираса появиться у Наикса внезапно. Агоним вот появился у Паши. То есть пор гема нет. Зря. На падение на Нуана опять. Монсит. Стампит. И все. Не думаю, что будет какая-то контратака прям. Полетели ветра. Да. Такой стампит. И все. Фронставчик у Бивера появился. И в блинк выходит. Ничего себе губу раскатал. Ну, это да. Это очень оптимистичные планы. Ну, если честно, то Рубикруту Тайт ему не помешают. И там есть что срывать. Ульт Кентавер, тот же Хилл Чена какой-нибудь. Блинк Дайгер у инвокера. Теперь Дэнди будет проще выдавать свои прокасты. Помобильнее будет. Будет как-то сплить. Да, ну и ждем, как понимаешь, Рошана сейчас. Ждем БКБ на... Ну нет. То есть вот. То, что вот нужно купить Виртуз Пром. Ну и Рошана дождаться. Ну, с БКБ-ками будет очень тяжело команде Нави. Не знаю, как они... Вообще не понятно, да. Потому что урона Герокоптера не особо-то и много. Именно вот. Физического. Он есть, но не настолько много, чтобы пробивать вот эти вот рейджи и БКБ. Соло-Соло-Кресно. Вот големчику не помешало бы большого взять, но... Причем Лил, по-моему, бежал сюда, но ему не дали этого голема, к сожалению. Да, игра у нас успокоилась. Просто все фармят. Нави в своем лесу. Виртуз Про. И в своем офишу. Минута до экшена. Минута, да. Но Нави как раз таки по таймингам плюс-минус-то и идут. Ночь наступает. Герокоптер уже точно будут фармить себе. Аганим. И бегут в свой лес опять. Непонятно почему. Кроша, но рады, что вратов расставить поближе. Ну, разумеется, Нави ничего не видит абсолютно. Карта пустая. До сих пор стоит Т1 и на топе, и на центре. Так-то Нави разрушили одну башню. Я только сейчас потопонил. Это, конечно... А тут открытый смолк. Очень, не очень. На топе спалились, по-моему, Нави. И можно выйти тут вышку побить, по-моему. Нет? Да, все, Нави начинаю. Там приниматься за башню. Поэтому я уже с промоку отойти дружно и... Ну, Т3 тоже отдавать не очень. Ну, видимо, придется. Дэнди, ветра, полетели. Попадает по дракону. Ничего интересного. Далпись у Дизоля. Хорошо. Пушку-то надо добить, чтобы тайчики поломать? Добить и... Добили, добили. На колодце пойти, действительно. А, нет, стоп. Это да, это самолет. Не, не добили, не добили. Там еще осталось буквально пару ударов делать. Во-во-во-во. Еще чуть-чуть. Один. Все, хорошо. Отлично. Можно уйти. Можно уйти, дождаться БКБ. Вот он уже летит для... Мистера Нуна. Так, там врыв пошел на земелью. Мы здесь нашли и приговаривают его к смерти. Я почему-то постоянно хочу Ромена назвать Санейко. Да, ну Санейко, потому что распереться, да. Всегда есть такая тема. Ответка. Ну, Рубик откидывался там будет, да, стрелять. Правда, не особо это дома поможет. Так, и параг можно ли, чуть-чуть. Ну, все, рейдж, и вот такая стратегия, она рабочая. Непонятно, что нам делать. Панда нет. Ну, стоит отойти немного. Как я не понимаю, БКБ просто... Ага, ну... На Бивера, Бивер пострадал. Бинжай Бека. Пайкат выходит, дает кулдаун. Ну, он под БКБ абсолютно. Ему наплевать на этот урон. Рамзес просто ушел из кулдауна. Проказ с кирокоптера просто в никуда ушел. Будет ли контратака сейчас? Я думаю, могут ворваться. Паша. Паша, Паша. Ну, там ночь, там ночь. Вижен вообще нет. Мы можем посмотреть, если нажмем, что он по Вижену вообще у команды ВП. Я думаю, тп-аут надо делать. Да, ну, невозможно. И они делают как раз куда надо. Рошану. Рошанчик есть? Пока все на Винобазе, они не успеют притянуться. Визуалим, он должен быстро убирать. Отлично. Еще пускай мы сбить. Билится. Ага. Ну, и вот. Десяточка. Пошло-поехало, да. Надо успевать тут. Как можно, Средь забирать, но... КБ, по-моему, в кулдауне имеют. Генерал, вроде как, все должен видеть. Санстрайк. Рошана убить не смог. Я думаю, что Денти пытался этого Рошана заселить. Несключно. Не получилось. Паша будет... Лотос покупать следующее, чем это он. Ну, и вот, да. После огоним, у городных грибс появится. Нормально. Ну, если бы она всегда успевали, то это было бы очень неприятно для ВП, учитывая, что бы КБ в кулдауне и у снайпера. Еще какая-нибудь там неприятная стычка была бы в этом узком проходе. Но. Все хорошо для ВП. Забирают они Шрайн. И можно идти дальше с этим Айгисом куда-то. Форстав появляется в Денти. Любитель на Индвокере покупать форстав. Блин, форстав. Не, ну здесь форстав хороший, как минимум, против Лайфстилера. Слишком. Много он дает. Пайкат отправился. Пайкат отправился, да. Ну, он тебе порт делает, пайкат. Это не надо. Да, да, да. Улетает, пайкат. Ну, стоит, наверное, низ добрать. До колодца надо побить еще. А, ну, колодец, да. И нижний брак. Лишный так. А тут навес в полусмаке. Ну, опасно. Айгис есть. Айгис есть. Бивера. Бивер убегает. Там, он огромный. Нет, точно. Но трудно нами становится. Чувствуется, как гирокоптер просто теряется в пальце. Пока рейджи БКБ действует. Просто не хватает урона. Не хватает там МКБ какого-то бабочка или чего-то в этом роде. Так, у нас снова на отправили домой за айтемом. Ничего, он сейчас быстренько вернется. Рамзес. Почти есть Кираса. Остался Плэдмейл. 600 голды. Все-таки решили по Миду заходить. Не хотят вниз. Там Соло еще что-то побегал снизу. Сковал. Не, МП на снайпера. Ну, ничего страшного. Тем более, все отталкивает. Надо, по-моему, уже врываться через Кентавра. Там вообще без вариантов будет минус либо Байкат, либо Дэнди. Не хотят почему-то ВП это делать. Батвия трогает Захиддэш Рафналь. Пол башня уже плавала. И ракету подпарнуть. Не успели. Ночь, ночь на дворе. Они ничего не видят. Они просто ничего не видят, поэтому... Только так. Наступает день. Сталкеры есть ультимейт, пока не нажмет его. Вот и момент для ВП пока можно. Можно и ворваться вот прямо сейчас. Рамзес просто нажимает рейдж, ничего не надо бить. Немножко фабил, отошел. Ну, в дневное, это время суток можно что-то замутить. Так да, я и думал, что они сейчас как раз-таки будут прыгать, но пока не спешат. Паша без дела стоит. Верпис пром. Рамзес может очень сильно просесть и в итоге файт вызоваться не лучший. Идут низ. Бегать не отсюда сюда. Не, ну тут барак бить вообще такая себе идея. Надо ворваться, убивать и потом уже забарак приниматься, по-моему. Он еще регенится, так, на пайката. Дают вольно. Рамзес как-то потихонул. Ради ракеты решил рейдж нажать. Соло подставился, главное тут не погибнуть. Соло получает void. Пару ударов. Там вообще фронтавчик был в одну. Две минуты до айгиса. Я думаю, они уходить не будут пока айгис есть. Но инфест не хотят использовать. В рейф от Дэнди. Емп по двоим. Рамзес нажимает рейдж. И Дэнди уходит назад. Паша в рейф на РМН. И получает Паша моментально сайлэнс. Колдаун полетел от пайката. Неплохо. Неплохо залетает. Ведь отлично. Много урона очень от пайката. Снайперы выбили айгис. Кентавра убили. Снайпер возрождается. Ну, нажимает ПКБ. Очень много урона. Слушай, подалакрити пайката дает о себе знать. И он отправляется домой. Улетает. Лил, скорее всего, не уйдет. Да, там все-таки ночь. Все прекрасно видит команда Нави. И это минус три. Барак остался при этом. Слушай, ну, подалакрити. Достоялись. Нормально. Потому что Нави... Ой, Нави. ВП должны были так начинать. Надо было с Кентавра прыгать. Сколько урона у Герокоптера? Покажите, пожалуйста. Я думаю, там тысяч 10 просто выбьют. Учитывая вот эта вот колонка огромная. Там какие-то цифры. Нереальные. Очень много. Почти соло нанес. 7500. 7500. Просто больше, чем вся команда ВП. Вместе взятая. И генерал. Уже 2.400 сверху. Да. Вроде все, казалось, Нави уже зажали. Но тут возвращаются. Возвращаются. Мне кажется, снайпер сам не ожидал. То, что так больно будет ему заходить. Думал, БКБ нажму, все будет нормально. Но нет, Сергей, тут тоже больно. Больно. Очень больно. Рамзевский раз купил. Неплохо было бы еще Владмир поиметь на каком-нибудь течении. Или на соло. Но игра оттягивается. Айгис не получилось реализовать. Надо ждать, наверное, следующего Рошана. Без него не пойдут на ХГ. Что-то придумают. Наконец-то. На X-бомб. Ради чего брали этих героев. На, и смог. И пошли. Пока день на дворе. Нет ультимейта у Насталкеров. Эти вот секунды, минуты нужно использовать. В этом моменте Нави намного слабее. Санстрайк. Куда-то там непонятно. Куда-то полетел, да. Не угадали сканом немного. Да, скан. Роман стоит один фиг. Его тяжело было бы взять. Да, никого не найдут. Что по пайкату? Что там, что там, что там? Пайкат. Йолнир взял себя. И собирается покупать пику. Поздновато, конечно, но просто полезен, опять же, против Найкса от себя отталкивать, уходить. Удивительно. Не сказал бы, что у него такие аэтомы сильно на дамаг. Это насколько сильно Аллатрити. Аллатрити, как же бафы, да. Геррокоптер даже такого. Конечно, мы что-то не знаем, а гоним его еще баф? Не знаем, не знаем. Еще пока не поняли. Не, но работает ведь. Геррокоптер первая позиция по Нетворсу. Пайкат. Да. Это сильно. Вп в один момент просто не смогли немножко дожать. Чуть-чуть. И сейчас подозревает, что Нави там по графикам. Если отстают, то немножко совсем. Бегает. СС. Бивер тэп аут. Тэп аут, тэп аут. Других вариантов нет. И улетает. Нормально там залетел удар один. Было бы два, я думаю, хватило бы. На бедного Рубена. Какой-то гос может быть и смысл купить. Кстати говоря, саппортом. Ну, вполне может быть. Но Рубик, насколько... А он блин к себе хотел вроде как. Ну да, но... У нас земель решил купить. А, тут Глимер наклевывается. Две 100 голды. И земель себе купил Мидас только сейчас. На 36-й минуте. Да, но он как планировал. Продавал даже без Блингдайгер. Там стампеет внизу. Но это просто уходит. Но он там... Смотри, как Нуну-то пробыли. Он хоть из БКБ был, но... Еле-еле живой. Санстрайк. А хватило бы урона? Нет, не хватило бы. Не хватило. Чуть-чуть. Решил Скади в итоге он себе покупать на плотность. Соло. Выходит, патруль снизу. Там еще какая-то... Летра. Полил. Близко на мема. Проката не поймали. За малым. Проката улетел. Рисковал. Это что было? Исклик, вероятно. И страшно. И совсем понятно. Но не очень приятно без маны оставаться. Пешком бежать домой. Шива себе будет покупать Дэнди. Интересно, почему он не Хекс. Хочет поплотнее, наверное, быть, чтобы Рамзайс не прибрал. Так со снайпером. Рамзайс. Рамзайс. Опасно. Он здесь один. Может, он кого-то увидит и... Тем более, ночью в дворе. Но почему-то все равно боятся. Как будто Рамзайс не один. Я поздреваю. Думаю об этом. Может, я с макетом за ним буду. Да, да, да. Дальше с восьмой минуты появилось. Это как Курна. Метра. Мимо. Башня почти пала. Голые браки остаются. Немного добил. Ага. Минус. Ну, посмотрят, смогут ли нами еще раз здесь одолеть по своего противника. Ну, опять им надо как-то сбоку нападать. В спину, может, даже. Дэнди. Опасно. Разводит, будто на скиллы. Надеюсь, это очень опасно. Да, Башар уже почти долетел. Игнает по Байкату. Байкату больно. Там шрапнули. И сам науарм бьет. Смотрите, как Байкату просел. Не плохо было бы дождаться этого Башара. И все-таки напасть с Кентавра. Биверт. Свостап. Ну, на. Стан залетает. Вот там есть уль Кентавра. Побежали, ребята, с команды ВП. Моментально Дэнди убили. Дэнди нужно выкупаться. Дэнди выкупается. Байкат также очень больно. Ассанайт летит. Хватит ли урона? Не хватило. 40 хп остается у Байката. Байкат уходит на базу. Смотри, какие куски отваливаются. Жесть. У нас даблкил. Очень много урона. Метеорит по Пашу. Но Паша это худшая цель. Там все-таки худ. И просто не пробивает Пашу. Бласт аналогично. Не попал. Бласт там, по-моему, тоже. Ну и что делать? Пирокопер только-только себя восстановил. А кто рассадник фласок? У кого столько фласок? Улила. Ну все закончились, если были. Там фласки 4 или 5 было. Нормально. Не, крутая тема. Брак. Бьют. Так, откуда их хорошо? А, это переманил Чен, я понял. Так, видят Бивера. Опять. Пашу надо врываться. И если убьют какого-то Дэнди без Бэбэка, то это будет ГГ. Это будет минус 3. Снайпера ВКБ снова откатилась. Вот это самое неприятное. Блин, на Гирокоптер. Ну, Балакич, вторая сторона упадет, и все. И на этом конец. То есть, ВП отойдут. Ульту Кентавра. Все, можно уходить. А зачем? А зачем здесь ситуация? Какой смысл? Так, есть все. Есть скади. Чего бояться? Если они сейчас всех убивают, то они выигрывают у него. Мне кажется, лучше на топ пойти просто. Лирошан. Ну, это так, более уверенный вариант. Лирошан, это совсем прям. Ну, он там появляется скоро. Для уверенности. Я знаю, они так стояли в миде, ничего не боялись. И потом у них прилетели айтемы. Не, ну, цель-то убить бараки, а не там побоевать как-то. Сбать ли? Снизу еще ставят бараки, и в на топе товар. Товар спрятнее всего, по-моему, убивать, кстати. Там регенца. Пайкат после вот этого артефакта, нужно думать, что в артефакте еще поинтереснее. Или сейчас Т3 регенятся, я ошибаюсь. Т3? Т3, нет. Т4. Т4 только, да. Рубик хочет себе все-таки купить блинг после гриммера. Нет, конечно, интересная стратегия в гриммере подходить, форстафыть снайпера, и в нем, чтобы залетал стан от Ромена. Ну, там БКБ, и все. Моментально, если успеваешь нажать, то извините. Ну, и вот на Рошана самстрайк. Дэнзи Тереба там знает, как команда на Ави. Не вовремя. Не увидел он то, что... Хотя, смотри-ка, на Ави идут по Миду. Ну, на Ави все равно понимаешь, что да, с Рошаном есть кто. Там еще, возможно, смакет, да, смаки идут. Сейчас так на Ави нужно воевать. Активирует ночь, в момент, когда мы увидели людей и убивать, чтобы там позиционку виртус-про была не очень хорошей. Рунулся в слогера, коптер тоже полезная тема. Там, по-моему, тоже на X-бомб я слышал звук. Кто кого? Ночью наступает. Очень неприятно, очень еще появляется еще у Дэнди. И на Рошан что, на Ави сами пытаются зайти? Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Поп, мне это... Очень неприятно тут будет ВП, но что драться против этого Найт Сталкера? Так, встреча. Бивер уход в Бимер Кейп. Соло, ничего не видят. Никого не видят. Соло какой плотный, смотри, как Гумард. Да, 2000 хп его соло, попробуй такого саппорта убей. Что делать непонятно. Шрапнели залетают, в позицию ВП становится покомфортнее. Ну, такое их. В кольцо груз. Генерал сбоку, дает вьюжн на всех видом. Находит ластер, начинает просто бить Рошана. Так, АПК сейчас подойдет. Но там надо кулдаун закидывать. Надо кулдаун. Хороший может быть кулдаун, но нет, все ушли. Все ушли. Кулдаун никуда. Но вам пока не нажимают. Дэнди против соло. Соло, посмотрите, один против всех. С руки наваливает. Его не могут пробить. Роман в секунду погибает, соло вообще не пострадал. У него там минус может кп 300. Дэнди убегает кое-как. Все, ну тут домой надо идти. Ну, днем не особый вариант для наве-биться. Ну, да. Ну, вот себе есть саппорт у Громан. Сыру снайпера. Я егисту снайпера. Вот так вот. Ну, идеально, но он будет стоять бить в домике. Ну, и на теорию задача зайти на последнюю сторону. Все просто. Вроде как. Так, бегут кремит. Пашу убивает крипов. На низ, вероятно, пойдут барак добивать. Не лишний. ПКБ появляется, байкатер. Ну, и динави-то последняя битва, потому что, ну, базу-лога-то себя тадушь. Ада что, это конец, генерал. Дэнди, брейв. Неплохие ветра, ЕМП полетел. Рейдж будет, правда, трамзеса. Соло подцепили. Соло абсолютно без маны, но это цель. Такая себе, Паша прорывается. Контр-атаку, генерал зацепили. Генерал может быстро убить. Пайкат, нажимает по КБ. Начинает битрила. Под алакрити. Ноуан, он уже не так пробивает. Не так уже пробивает, как это было буквально минут 10 назад. И Пайкат, а как же больно! Пробивает ноуан. Хороший бласт от Дэнди. Выигрывает немножко времени. Подлетел с Сенеид. Пайкат живет. Но на Ави потратили почти все. И генерала нет. Ну, там просто во время кулдауна, и когда игроковтор бьет своими этими фиговинами, подрубается ульт-кентавра, и он никого не коцает. С тем плевать. Подагоним. Ну, все, это, по-моему, конец. Как без генерала, непонятно. Дэнди проказ выдает. Полетел метеоритом. Херикен Пайк. Ливеру очень плохо. Соло. По Т4 просто врывается. Не могут его убить даже по Т4. Просто бессмертный. И Кримсан Гвард может сейчас нажать, чтобы наверх как. Кримсан Гвард нажимается. Мега крипы. Пайкат погибает. Пайпбеки пошли. До конца играет Na'Vi. Но до конца уже, вероятно, не получится. Рамзе идет буквально под фонтан. Да, можно, почему нет? Под фонтанчик, под фонтанчик. Рамзе с Аегисом. Гуд геймбл плейд. Победа команды Virtus.pro. Virtus.pro заканчивает игровой. Это со счетом 4-0. Вроде как опасно. И еще рэмпыч от No'N1. Ну, вот так вот. И шмотки все соло выложил. Да. Вот так вот. Отличный день для ВП. Отличный день. Идеально. Virtus.pro заканчивает день. Просто шикарно. Ну что? Насчет Na'Vi. Для Na'Vi карта была весьма удачной. Учитывая, что мы видели пару часов назад, для Na'Vi это была хорошая карта. Да, какие мы ставили предикты, то, что это будет недолгая партия, но Na'Vi… Тут Na'Vi даже давали шанс, что они могут взять и карту выиграть. Против Virtus.pro. Соперник-то, по сути, на них сегодня самый сильный. Virtus.pro, вы видите сами, это, по сути, фаворит. Может, конечно, в ВП расслабились. Подумали, а это Na'Vi, а не на Na'Vi. Выиграли до этого. И РМН собрался уже. Почему нельзя? Потому что не тускар? Да, может, в тускаре дело. Может быть, Армен-то и хорошо играет. В итоге…